Прямо сейчас, 25 февраля, президент Украины Зеленский заявил, что за сутки погибли 137 украинцев, еще 316 ранены. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за сутки погибли 137 украинцев, еще 316 человек ранены. Он заявил об этом в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале. Украинский лидер отметил, что остается в правительственном квартале в Киеве с другими представителями власти. По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137 наших героев, наших граждан, из них 10 офицеров. Ранены 316, сказал президент. Ранее Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины. Он поручил провести мобилизацию за 90 дней. 24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что страна предоставит Киеву финансовую помощь в размере 1,2 миллиардов евро и военную технику. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередного саммита ЕС по Украине. Его слова приводит РБК, как европейцы. Мы приняли решение об экономической помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Это беспрецедентно. Мы продолжим поставлять военную технику и поддерживать население в этом нелегком деле. Кроме того, французский лидер сообщил, что Париж намерен ускорить размещение своих военных в Румынии, а также оказать помощь беженцам с Украины. Франция, как и другие страны Европейского Союза, возьмет на себя свою долю ответственности в помощи населению Украины, а также тем, кто покинул украинскую землю и находится на территории Евросоюза. Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся вечером 24 февраля по инициативе французской стороны. Президент России в ходе беседы главой Франции объяснил решение провести военную операцию в Донбассе. Владимир Путин дал исчерпывающее разъяснение причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции. Установлено оставаться в контакте. Макрон заявил, что звонил российскому коллеге Владимиру Путину по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы передать просьбу о проведении переговоров. У меня состоялся быстрый, откровенный и прямой обмен с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы, во-первых, просить о скорейшем прекращении боевых действий, и, во-вторых, предложить провести разговор с Зеленским, который просит об этом, но сам не смог с ним связаться. Политик отметил, что также передал послание от Франции и послание Зеленского президенту России. Но пока это не дало эффекта, добавил Макрон. Дорогие друзья, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новых новостей и поставьте лайки. Спасибо за ваши поддержки. Продолжение следует...